Приветствую на моем канале. Этот выпуск как по мне будет довольно интересным. Будем делать пальцы, чтобы собрать звенья гусеницы. Сделаем бортовые редукторы, точнее их имитацию. Ну и наконец-то можно будет увидеть ходовую трактора, практически в сборе. Начнем это видео с изготовления пальцев, чтобы собрать звенья гусеницы. Уже несколько месяцев лежит эта коробка, припадает пылью и стружкой. Ну и наконец-то у меня добрались руки и до нее. Изготавливать пальцы буду из вот такой нержавеющей проволоки, диаметром 4 мм. Взял отрезок длиной 10 метров, на всякий случай на метр больше чем нужно, чтобы было на чем потренироваться. Чтобы сформировать на пальцах шляпки, было сделано вот такое приспособление. За основу был взят болт М22. В нем просверлил отверстие диаметром 4 мм. В головке болта также есть сквозное отверстие диаметром 4 мм. И небольшое углубление большего диаметра. Как раз в нем и будет формироваться шляпка пальца. Самый лучший вариант для прогрева самого кончика пальца, это вот такой переделанный трансформатор от микроволновки. Один конец провода вторичной обмотки закрепил на корпусе. А вторым проводом с медным электродом на конце, буду касаться выступающей верхушки пальца. Короче, сейчас все увидите. Ну и вот такой первый пальчик. Палец почти готов. Осталось 93. Вот так выглядят пальцы после небольшой зачистки облоев. Спустя некоторое время все 94 пальца сформировались. Переходим к следующему этапу их обработки. А именно нужно проточить канавки под вот такие стопорные кольца. Зажимаю палец в токарный патрон и переточенным резцом делаю нужную канавку. Один готов. Осталось 93. Ну и спустя некоторое время все 94 пальца полностью готовы. За кадром также ушло немало времени на их рихтовку, так как до и после ковки они стремились выгнуться в свое первоначальное состояние, так как проволока была все время смотана в кольцо. Чтобы собрать гусеницы все есть, все готово. Можно приступать. Поехали. 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 Продолжение следует... Ну а вот та работа, от которой я чуть с ума не сошел. Никаких приспособлений для установки этих стопорных шайб у меня не было. Первую шайбу устанавливал наверное минут 5. При первой же возможности шайба может соскочить как пружина и теряется где-то в мастерской. Первый десяток устанавливал при помощи пальцев и самореза. А потом решил попробовать установку стопорных шайб вот таким способом. В общем, наверное целый час ушел на установку этих стопорных шайб. Если гусеницы покрасить и сфотографировать с правильного ракурса, думаю можно давать объявление о продаже под видом настоящих. Представляю удивление покупателя, когда на поддоне приедет два вот таких небольших рулона. Гусянка полностью готова. Откладываем ее в сторону и переходим к следующим деталям. А следующей деталью будет бортовой редуктор, точнее его имитация. Выпилил ножовкой из первых попавшихся деревяшек вот такие заготовки. И из них же сделаю модель для формовки и литья заготовки редуктора. Когда появилось электричество, обработал на токарном станке деревянную модель и вылил из алюминия пару вот таких заготовок. Обработал выступающие бобы. Чтобы за них же зажать в токарный патрон заготовку и сделать обработку всех поверхностей за одну установку, включая отверстие, которое будет осью вращения колеса. Деталь, которую примеряю, будет в следующем ролике. Пишите в комментариях, если узнали от чего эта штуковина. Длины резца не хватило отрезать заготовку, даже при максимально выдвинутой пластине. Поэтому снял заготовку с токарного станка и ломаем ее руками. Заготовку с токарного станка и ломаем ее руками. Продолжение следует... 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 На делительном приспособлении сделала разметку 8 отверстий крепления ведущего колеса и приступаем к их сверлению. Продолжение следует... Ну а вот я наконец-то поплатился метчиком за нарезание резьбы шуруповертом. Продолжение следует... Вот такие ведущие колеса получились. Теперь можно примерить все это к раме трактора. Задний мост закрепил временно струбцинами, чтобы была возможность надеть гусеницы. Продолжение следует... Натяжку направляющих колес сделаем при помощи трубки и проволоки. Так как на данный момент еще не готовы натяжители, а посмотреть на собранную ходовую трактора очень хочется. Ну и вот такой аппарат имеем на данный момент. Как-то даже непривычно, что с первого раза все сошлось и работает. Ничего не закусывает, гусеницы двигаются очень легко и плавно. Ну и первое взвешивание рамы трактора. Но вот такой размер трактора, по соотношению ко мне, размер получается совсем не детский. Если с трансмиссией все получится сделать как задумано, думаю тяга и зацеп будет просто сумасшедшими. Субтитры делал DimaTorzok А вот подъехал первый проект с самодельным двигателем на этом канале. Кто не видел создание этой машинки, заходим в плейлист и смотрим. На этом будем заканчивать данное видео. Кому понравился материал, ставим пальцы вверх и обязательно пишем комментарий. На этом у меня все. До следующих серий.